А как вы думаете, когда-нибудь начнут долетать? Какие ваши прогнозы? Ну, когда бьют по Белгороду. Если Россия утратит возможность перерабатывать нефть. Сторона агрессор, так вы сказали? Какой суд при ООН? Какой суд? Вы и есть агрессор, этому не нужны никакие судебные решения. Поищи кого-нибудь тупые. А куда уже дальше? Вы верите в этот бред про РДК? Чеченский добровольческий корпус. Татарский. Да вы что? Путин развязал войну. Это привело к таким последствиям. Добрый день. У вас уже прям ночь там, да, на дворе? Да, у нас уже ночь. Сибирь далеко. Беспилотники не долетают до Сибири еще. Не долетают. А как вы думаете, когда-нибудь начнут долетать? Какие ваши прогнозы? Они могут долетать, если найдутся какие-нибудь твари, которые будут запускать их из соседнего региона. Почему бы это не делать диверсионно-разведывательным группам? Это же не сложно. Ну, платите им побольше. Может, получится. А смысл какой? Беспилотники летят на какие цели? Нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. В год. Я с вами даже не буду это, что когда перерабатывают, поражают нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, поражаете стратегическую инфраструктуру. Но когда бьют по Белгороду, по мирным кварталам, вот это я не понимаю. Тратят боезапасы, которые можно было бы использовать для отражения военных атак. Вы, в принципе, не против будете, если прилетит у вас в Сибири по НПЗ или по нефтебазам. Я правильно понимаю? Нет, я против. Почему? Мне это не понравится. Почему? Почему, почему? Потому что не понравится. Вам же не нравится. Или вам нравится, когда прилетает? Мне, когда по Сибири начнет прилетать по нефтебазам, мне понравилась уже даже сама мысль об этом. Согласитесь, это же будет хорошо. Если Россия утратит возможность перерабатывать нефть, хранить ее, то останется единственный способ только прекратить добычу. Согласитесь, ведь нефть нельзя добыть, и чтобы она где-то на поле ее вылечила. Согласитесь, ведь ее нужно где-то хранить и где-то перерабатывать. А если ее некуда будет девать, то это же хорошо. Если у вас, если у вас, если украина... Вы в Украине, бактериане? Если по Украине прилетает, так это же несправедливо. Украина же не развязывала эту войну и ни в чем не виновата. Да, собственно, мы и не добываем. Ну, конечно, Россия это агрессор. Вы считаете, кто Россия виновата? Агрессор и оккупант, естественно, конечно. Россия агрессор и оккупант. Ну, конечно же. Так. Страна агрессор, так вы сказали? Абсолютно, стопроцентно. Страна агрессор и оккупант, естественно. А вы знаете, что уже состоялся суд, который не признал Россию страной агрессором? Кто вам такое сказал? Какой суд? Где? Что? Сейчас, вот я... Мне кажется, что я вас видел. Да, наверняка видели. Сто процентов вы меня видели. Андрей Луганский, да, видели. Какой суд? Вы про что, какой суд сейчас говорите? Ага. И вы не знаете про суд? Вы не знаете про суд, который был 3 с 1 января? Какой суд? Где? Суд при ООН, где рассматривалось заявление Украины. Какой суд при ООН? Какой суд? Какой суд при ООН? Какой суд? Так. Слушай, Луганский, ты выслушай меня. Потом это. Был суд международный. Международный уголовный суд в ГААГе? В ГААГе? Да, да, да. Не было такого. Я не знаю. Что значит? Суд не признал... Суд не признал Украину, Россию, агрессором. Международный блогер, что ты в диалог не можешь вести? Суд не признал Россию агрессором? Да. Что за бред? Нет, не было такого. Поинтересуйтесь, суд состоялся 31 января. Какой суд? Да нет, чушь. Да чушь это. Да бред же. Вы меня выслушаете или нет? Вы мне факты дайте. Какой суд? Украина подавала в суд. Чтобы признать Россию страной-агрессором. И это были там все обвинения были... Зачем Украине подавать в суд на Россию, чтобы признать ее страной-агрессором, если это и есть факт? Украина не подавала в суд для того, чтобы признать Россию страной-агрессором. Это и есть факт агрессии. Факт. Ваши войска находятся на территории Украины. Вы и есть агрессор, этому не нужны никакие судебные решения. В суд подают по другим причинам и для других целей. Если вы даже не поинтересовались про этот суд, вы потеряли свой статус блогера, вы опустились. Украина не подает в суд ради этого. Смысл и задача подать в суд совершенно в другом. В России есть государство агрессор и оккупанты. Я сегодня облеснул. Я не первый раз видел, как тебя опускали. Ну, чтобы... Ладно. Поищи кого-нибудь тупее. А куда уже дальше? Куда же уже дальше? Переключили прямо на вас. Я говорю, переключите, пожалуйста, на кого-нибудь очень тупого. Переключили на вас. Я говорю, еще тупее. Нет, назад на вас переключают. Ну, ты опытный балабол. А что будете делать, когда будет прилетать еще и в Сибирь? Народ готов к этому? Нет, не готов. Плохо. Почему надо готовиться? Вы как-то объясните своим родным, близким. Если у вас все, если бы, да кабы. Ну, слушайте, уже на этой неделе прилетало за тысячу километров от границы. За тысячу. Сделайте выводы. Вы объясните там родным, близким. Ну, что, типа, ребята, надо как-то готовиться. Вдруг у вас возле дома прям есть нефтебаза. А вы ни сном, ни духом. А диверсионно-разведывательные группы такая штука. Не обязательно это может быть прям беспилотник. Ведь это может быть и какой-нибудь, какая-то огнеметная система переносная. Согласитесь. Ладно, я вас понял, хорошо. Ваши пожелания я учту. Скажите, вы верите в этот бред? Вы верите в этот бред про РДК? Какой бред про РДК? Ну, что вот, РДК, заходили и осваивали. Я видел, я вчера смотрел видео, где ваши, это прям четко, с осинт, вы понимаете, да? То есть, там, с определением территории. Где ваши бомбардировщики огромными этими фугасными бомбами фигачат по вашим же селам. Но я так подумал, подумал. Если это российский или русский добровольческий корпус оккупировал часть России. И военные России, русские военные бомбят русские села. Где русские... Я думаю, может быть, это ваше внутреннее дело. И меня это не касается. Я такое принял решение для себя. Это ваши внутренние дела, разбирайтесь сами. Причем здесь я? Причем я должен разбираться в ваших русских проблемах? Куда РДК не доходил? Так это же ваши? РДК, это же ваши? Русские, да, был вот... Ну? Ах ты, так значит... Вот, вот, замечательно. Значит, РДК, которые поступили на службу к ВСУ... Они не поступили на службу к ВСУ, приняли решение пойти повоевать в России, пусть воюют. Я не против. Вообще, я не думаю, что если возникнет еще какие-то русские добровольческие корпусы, будет чеченский добровольческий корпус, татарский. И там из Казани какие-то войска пойдут, я не знаю, там, оккупируют часть Петербургской какой-то области, Ленинградской этой. Какое мне дело? Мне все равно. Что за это? Если бы, да кабы. Так это ваше дело. Вы меня спросили, как ты относишься к этому? И говорю, ваши гражданские войны меня мало интересуют. Ну, типа, я смотрю, как случилось любопытство с точки зрения. Типа, любопытно, а что там? Нифига себе бомбят. Ну, бомбят прям по-серьезному. Фугасные бомбы, прям дома сносят, с лица земли стирают село какое-то. Так это же Белгородская область. Ну да, думаю, ну и как бы, ваше дело, разбирайтесь с вами между собой. Я не против. А вы против? Прекрасно. Вам не нравится? Прекрасный комментарий. Ты своим комментарием... Нет, мне твой комментарий нравится. Почему? Умные люди тебя послушают, они поймут. Нравится, нравится твой комментарий тем, что ты показываешь, тем, что ты не даешь мне слова сказать. Так, кстати, что-то умное. Вы задали вопрос, я вам прокомментировал ситуацию. Вы же задали мне вопрос. Что ты думаешь по поводу РДК и Белгорода? Я говорю, ваше дело вообще, занимайтесь там в своем Белгороде, что хотите, то и делайте. Это ж ваш Белгород. Хотите, обстреливайте. Если там неправда все это... Почему ты не хочешь выслушать мой комментарий? Так, я вам ничего вопрос не задал. Я же вам не задал вопрос. Так, нет. Я на твой ответ хочу дать комментарий. Я вам хотел поставить вопрос как раз про свой ответ. Смотрите. Как вы думаете, почему из Белгорода объявлена эвакуация тысяч людей? Ты уже болтаешь больше пяти минут. Ты болтаешь больше пяти минут. Я могу и дольше. Почему объявлена эвакуация? Почему эвакуация объявлена? Так, слушай, я сейчас тебе уберу звук. Задам вопрос. Объясню позицию. Послушай. Так вот. Русский добровольческий корпус действует не самостоятельно. Да вы что? Он работает совместно с ВСУ. Да вы что? И почему теперь и там в этом выходе на Козинке, эту деревню, там участвовала половина, может быть, половина русских, но половина там была ВСУшников. Ужас. Какой кошмар. И теперь ты заявляешь, что они работали, что тебя не касается, как там работали РДК, которые воюют за ВСУ. Они не воюют за ВСУ. Отвечай. Они не воюют за ВСУ. Слушаю тебе звук. Да, пожалуй, у меня он и был. Они не воюют за ВСУ. Они воюют против московского империализма. Это вовсе не одно и то же. Они являются союзниками Украины в борьбе против московского империализма. И в целом, если украинская армия им помогает, каким-то образом поддерживает их в ведении боевых действий, она делает правильно, поступает верно, логично, вполне, что в этом не логично. Просто какая штука интересная. Ставилась цель в самом начале войны. Явно не та. Вместо Блицкрига Киев за три дня, вместо Блицкрига получили массовую эвакуацию из Белгородской области. То есть где же тогда задача, которая была поставлена? Она явно получила отрицательный рост и отрицательное развитие, согласитесь. Это говорит о чем? Ответ, вы слушаете. Я еще не закончил. Ответ, вы слушаете. Не кричите. Ответ, вы слушаете. Я не закончил еще. Я же вам отвечаю на ваш поставленный вопрос. Так вот, смотрите, какая штука. Вы... Нет, это уже пошла другая тема. Нет, я вам отвечаю про РДК. Вы развязали эту войну и получаете ответку. И ответка вам не нравится. И вы все такие, как это Белгород там, вот это, нефтебазы, как это? Что это такое вообще вы себе позволяете? А скоро в Сибирь начнет прилетать. И это небольшая, прям, понимаете, должна быть мысль в голове и большой какой-то уровень интеллекта, чтобы сложить один плюс один и посмотреть, что в принципе это эффективно. Это эффективно. По нефтебазам работать это эффективно. И очень больно для русских. Очень больно. И скорее всего, что будут применены все возможные и невозможные методы, включая... Включая... Все пошли комментарии. Включая... Я отвечаю. Не перебивайте меня. Включая диверсионно-разведывательные группы, которые в Сибири в том числе нанесут удары. Это не обязательно беспилотники. Просто нанесут удары, проведут диверсию. При помощи необходимых, ну, использовать, можно какие-то наземные средства. Это не так важно. Огнеметные какие-то системы. И будут нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам или нефтебазам и в Сибири в том числе. Поэтому, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам, поскольку вы не глупый человек, пообщаться с родными, близкими, предупредить их о возможных последствиях и сказать, что, смотрите, ребята, Путин развязал войну. Ну, это привело к таким последствиям. Возможно, и у вас рядом с вашим домом прилетит. И надо быть к этому готовым. Возможно, вам нужна эвакуация. Вы об этом не думали? Ну, первый раз повторяю. Что ж ты? Блин, сбил меня своей болтовней. Конечно, разговаривать умею. У вас еще был вопрос ко мне какой-то. Я же говорил, переключите на кого-нибудь более глупее. Мне говорят, некуда уже больше переключать. Он даже мысль свою забыл. Что, мужик, ты спросить у меня что-то хотел еще? Спрашивай, давай, спрашивай. Претензии у тебя ко мне были. Ты же еще их не высказал. Выскажись, облегчи душу. Что, что, про пенсии или что? У тебя претензии ко мне были. Претензии. Выскажи свои претензии. Что тебя не устраивает? Ты зачем Луганского смотришь на ютубе? Да иногда попадаешься. Смешно. Я понял, смешно. Ты же когда на серьезного блогера нарываешься, сливаешься. Я видел. Ты с серьезных блогеров сливаешься. Вопросы у тебя ко мне есть? Претензии есть? Есть, есть. Давай. Во-первых, не даешь говорить. Во-вторых, все у вас, если бы, да кабы, если долетит. О намеченных целях. Вот что. За такой период, два года, цели могут меняться. Не считаете? Например. Например, цели были поставлены. Какие? Ну, какие цели? Какие? Только не отключайся, мужик. Давай. Какие цели были поставлены? Понятно. Не работает далее. Значит, смотрите. Если бы, да кабы, нанесены удары, уже нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам. Нижегородский, Новотек в городе Усть-Луг, Туапсинский, Питерский и Невский Мазут, Ильский, Кстовский, Лукоил Норси, Рязанский, Волгоградский, Новошахтинский, Калужский, Ростовский. Продолжайте списочек. Экстраполяция небольшая. Да, подумайте. Прилетит ли в Сибири? Прилетит. Откуда прилетит? Что прилетит? Как произойдет это? Мы не знаем. Но надо, чтобы вы были русские к этому готовы. Потому, чтобы не удивлялись. Что же это? Как они потом в этих видео? Мамочки, смотри, что это? О, это нефтебаза горит. Как бы вполне логично. Ничего в этом нет удивительного. Так что, Сибирь, готовься. Давайте наловим людей и заставим их быть полицейскими. Ну, вряд ли так получится, правда? Почему? Но зато полицейские у нас будут иметь однозначно бронь. Никто. Кстати, про полицию. С полицией тоже все в порядке. Новости, которые не цепляют. Знаете, какая интересная штука. Интересная особенность сегодня есть. Новости, некоторые новости не цепляют. Ну, по крайней мере, вот меня точно. Я не знаю. Напишите в чатик. Где мой второй чатик? Где мой второй чатик? Вот один чатик. А вот второй чатик. Вот второй чатик. Напишите в чатик. Цепляют вас новости или нет? На ЗК склало протокол на экс-заступника головы нацполиции Тишлека. А я не знаю, куди ставить налоз. Верно. Там просто такі вопроси. Значит, он отримал від знайомих подарунки в вигляді оренди житла за цінами нижчими від мінімальної ринкової вартості. Користувався квартирою площою понад 140 квадратних метрів. Це ж охерніть 140 квадратних метрів на Печерску в Києві. Орендодавец давав йому житло за ціною нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди в столиці. Однако і цих коштів експосадовец сплачувати не мусив. Користувався квартирою бесплатно. Красавчик. Ще й деньги получав в подарок от того, у кого он снимал квартиру. Т.е. не то, щоб за нею платити не надо. Ще й тот, который ему знают. Хоть б раз так квартиру снять, хоть где-нибудь. Ти такой снимаєш квартиру і говориш, коли там оплачивать, у мене там 1-е число за квартиру надо сплатить. Я вам денежки принес за квартиру, за январь. Говорит, вот спасибо, хорошо. І не надо, на комоді лежат, это я вам ще денежок должен. Спасибо, що вы такой хороший і живете в моєй квартире. Вот вам деньги. Ти такой пересчитываєш і говориш, а здесь не хватає. Ще виявилося, що експосадовець отримував від знайомого і подарунок вигляді оренду житлового будинку площою понад 320 квадратних метрів. У нього квартира на 140 метров на Печерскі, де он ще жил, но не платил, а наоборот, йому ще тот, у кого он арендовал, платил. Еще і 320 квадратних метров. Дом огромніший, большой. Потом, що там у нього ще? Що-то там ще, короче, там що-то теща, що-то... А, ще у нього, він орендував житлов громадян Росії та людей, пов'язаних з російськими кримінальними авторитетами. Іще в нього жінка, дружина його, має паспорт країни-агресора, а те ще є власницею квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва і одночасно підтримую російську зброєнну агресу проти України. Новаць цепляє. Ну, то есть у нього, у тещи квартира за 100 тисяч мільйонів, сам снимає, типа, квартира не моя, а ще йому платят за то, що він її снимає. Ще у нього дом, ще у нього жена гражданка России, а он при этом был замістителем голови націоналі полиції. Цепляє новость? Мене нет. Почему? Ну, знаєте, може б просто у нього папа черешній торговав в своє время. Ну і заработав денег. Поэтому все, на черешні поднялся. Ви хоть раз снимали квартиру, щоб вам арендну плату не поднимали? І що тоді хазяйки, які любят. Я прийду, посмотрю, що ти там будеш смотреть? Ну що, ну нормально, люди живуть там. Не, я пойду, похожу, посмотрю. Що вы тут? Не забили ли вы, случайно, гвозди где-нибудь в стену? А вдруг вы там гвозди забили? Ви часы повесили? Это вы мне стену пробили? Оооо, все, та вы что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Новости вообще реально не цепляют. Понятное дело, что все полицейские служить не пойдут в армию, потому что они будут все заборнированы. Куда им? Новость вызывает зевоту, пишет чатик. Где луганские твои сборы? Да вот они, сборы. В стране денег полно. До хера. Вот так, швот. Вот денег. Их некуда девать, эти деньги. Понимаете? В Украине построят развязку за 2 миллиарда. Ее длина составит 8 километров. 8 километров. Это 8 тысяч метров. 2 миллиарда гривен. Посчитайте, сколько обойдется, в какую стоимость обойдется 1 метр. Метр. Ну вот где-то вот столько. Вот столечко где-то. Во сколько обойдется метр? Посчитайте, у кого калькулятор под рукой. 2 миллиарда гривен. Смотрите, какая штука. Ведь 2 миллиарда, не миллиона. Да, не миллиона. Миллиарда. Не миллиона, миллиарда. Сколько метр один обойдется? Почитайте. Вот так было бы хорошо. И если бы государство потратило бы миллиарды на помощь армии, на FPV-дроны, на пикапы, на закупку снарядов. А вот у людей бы попросили бы продонатить на развязку. Ну типа нам же развязка нужна. Да, развязка нужна. Ну какой дурак найдется в стране, который скажет, что развязка не нужна. Ну типа, ну нафиг она нам нужна? Конечно нужна. Так давайте задонатим на это. Всего-то, ребята, 250 тысяч за 1 метр. 250 тысяч за 1 метр. Метр. Метр, понимаете? Метр. 250 тысяч за 1 метр. Это выйдет у нас такая развязка. То есть деньги есть? Деньги есть. Чего вы меня упрекаете, что я не собираю донаты? Объясните. Значит у государства же есть эти 2 миллиарда. Вот давайте поиграем, когда государство говорит, мы все деньги потратили на армию, а деньги на развязку закончились. Давайте найдем. Давайте задонатим на ковры гимнастические 8 миллионов. Давайте. Мы все-таки люди. Мы не понимаем, говорит правительство. Вам нужна эта вообще гимнастика в стране или нет? А как народ, как ответит? Ну типа, как будто бы так спросили у народа. Народ, вам гимнастика вообще нужна или нет? У нас сборная национальная едет на Олимпиаду. Люди, вы че? Как услышать ответ людей? Как услышать? Донатами. Говорят, ребята, у нас нет денег, мы все потратили на войну. Гимнастика нужна? Пожалуйста, кто-то, вот, волонтеры, блогеры, пожалуйста, помогите. Ну гимнастика, нужная штука. Все такие, блин, ну гимнастика, штука нужная. Согласитесь. Развитие спорта, ну там, ну и так далее. Чатик пишет, выбачьте за записывание. В следующий раз с родителями. Не седневник, я сейчас напишу. И народ вот такой, давайте задонатим. Выяснилось, что собрали аж целых 600 гривен. Значит, люди такие говорят, не нужна гимнастика. А вам что, борьба не нужна? Давайте на борьбу соберем. 6,5 миллионов на ковры для борцов. Давайте соберем. А собралось, аж ничего, 65 гривен собрали. Значит, что? Значит, не нужны ковры для этого. Ну, не нужны сегодня. Война. Вот так народ считает. Дошло до того, что это, об этом знают все, просто в стране. Все. Власть просто пиздит деньги в миллиардах, просто. Об этом знают все. Об этом знают люди. Об этом знает власть. Власть знает, что об этом знают люди. И люди знают, что об этом знает власть О том, что знают люди Все знают, все врут только друг другу Об этом коррупция такая, что это уже Вообще не смешно Это не цепляет никого Понимаете, не цепляет Вот, пожалуйста, я минутка рекламы За которую мне никто не проплачивал Но тем не менее Приложение игры нашего времени Игра Хабар называется Можно скачать себе, установить В часы войны в Украине Замість того, чтобы спрямовать ресурсы На поддержку армій та країни Чиновники витрачають їх на барабани, бруківку, стадіон Равлика, очередьку, купола і так далее И вот таки Вітаємо в святі інтриг та влади В Грі Хабар ви поставите в образ Корупційного чиновника, де ви впізнаєте Як можно викрадати кошти З держави, зробіть вибір між справедливостю Та корупцією Додана версія 1.1 Бачите, обнова прийшла Молоток судді надає перевагу корупційним діям Допомогай і корупційним діям Ну то есть Люди сьогодні создають Комп'ютерні ігры Про корупцію Типа, давайте играть в корупцію Ну, давайте поиграем в корупцію А че? Офигеть, все это знают Все А какой у вас план, спрашивал я Сколько этих стримов Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор